Девушки отдыхают Что-то дело, что, по-моему, не только у меня Это личное дело курсанта Сырникова Будем оформлять приказом перевода в Рязани И ты, может быть, тополь хотя бы апельсинчиков купил? А я бы от твоего имени передал С апельсинами не получится А что так? Аллергия на цитрусы? На тополя Анжел Подожди Скажи вот только честно Кто у тебя был до меня? Вот в чем дело Стекой, откуда у тебя этот лазок? Степ, я не знала Как тебе вообще на глаза показаться? Анжела Хватит, я все понял В общем, ты теперь все знаешь Ты прости меня, Степ Прости Прощай Ольга, привет Слушай, ты только с хома не говори, что я звонил А то сюрприза не получится Короче, он мучается Не знает, какой тебе подарок подарить Ну, какими духами ты пользуешься? Какими? Ага, понятно Все, понял тебя Повод? Да без повода Они с перепечкой решили Девушкам подарок Подарить без повода Вот так Все, лады Пока Да, с духами-то не увязочка сухой И ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Слышь, сухой Ты не хочешь его когда-нибудь спрятать? Или второй раз хочешь спалиться? Куда его спрятать? В тумбочке он его нашел Тогда подари его кому-нибудь Слушай, Леха, кинь его себе, а? Нет, Леха Я в такие игры не играю Сырой, выйди на минутку Мне с кем поговорить надо Ладно, мужики, только недолго Мы быстро Платок Какой платок? Тот самый Только не говори, что Оля отдал Адрес Полины Что? Со слухом проблемы Я говорю, адрес Полины Сухой, только давай без езды по ушам Слушай, Макар, Сухой Ни к платку, ни к духам Твоя Оля не имеет никакого отношения Ты же еще тогда ее нашел Слушай, Макар, давай сейчас без нрава учения, хорошо? Там все не так просто Тем более я дал слово Ты сейчас с кем разговариваешь? Слушай, Макс Сухой Еще несколько секунд И я в тебе очень разочарусь Ты сейчас друга потеряешь Записывается Дежурный по КПП Младший сержант Шулик Товарищ майор Предъявите ваш пропуск Ты что, совсем охамелся, сержант? Начальство не узнаешь? Варежку закрою Ворона влетит Совсем Кому-то уже влетело Да, видать, мало Так, товарищи курсанты Несколько слов о вашей подготовке Подготовка курсанта Коей является Не только ваши теоретические знания Физическая, огневая, строевая подготовки Но и подготовка психологическая Потому как, если война Отставить Повторяю Если война Воевать вам придется не за компьютером И не на шахматной доске И от того, как вы поведете себя в бою Как быстро совладаете со страхом А страх присущ каждому Потому что все мы люди Зависит успех Вашего подразделения Потому что прежде всего Подчиненные будут смотреть на вас К чему я все это говорю Сегодня нам предстоит важный психологический тест Обкатка танками Что за движение Гончар, ты же в армии проходил обкатку? Так точно Прекрасно Прохоров Я? А ты? Так точно Только я в этот день За рычагами в танке сидел Ну, сегодня с другой стороны побудешь А ты, Брагин? Так точно Правда, я в этот день в наряде был Ну вот и молодцы Так что поделитесь С молодежью секретами Через 15 минут построение Задача ясна? Так точно Разойди! Товарищ майор, разрешите? Слушаю тебя, Сырников А какой у меня сегодня распорядок дня? Распорядок у тебя один Рассчитаться и сидеть на чемоданах А может мне тоже попасть на обкатку? Обкатаю тебя уже в Рязанском десантном Ну, последний раз с ротой Леш, давай без обид У тебя иная задача Не поставлена она не мной А командиром батальона Согласно распоряжению начальника училища Вот так вот Есть Так Значит, выписали Так точно, товарищ генерал-лейтенант Досрочно выписано Буду долечиваться на дому За какие такие заслуги досрочно? Да сбежал, если честно Я теперь фронтовиков понимаю очень хорошо Которые на фронт в одной пижаме из госпиталя Это же скулапа, это страшное дело Залечит до смерти Ну да А ты себя, значит, к фронтовикам причисляешь? А как иначе? Все мы люди военные, так что... Понятно Ну ладно, тогда присядь, фронтовик Спасибо, я постою Да мне и полезно, надо ногу разрабатывать Обычай есть такой русский Перед дальней дорожкой присесть А то пути не будет Спасибо А какой дорожкой? Вы меня в командировку отправляете, да? Угу Мы тебе и предписание выпишем Правда, печать там будет только в одной графе Убл Я вас не понимаю, товарищ генерал Ознакомься Что это? А эта часть документов пришла из милиции А часть была собрана в результате внутреннего расследования Да я уже следователю объяснял Что показаниям этой женщины верить нельзя Товарищ генерал, ну Путана она и в Африке, Путана Да там вся семья такая кончена И понятно, что и она, и ее подельники Просто будут выгораживать себя Спасать свою шкуру В обои ее зафиксировала не только медицина и милиция Тут еще и свидетельские показания есть Свидетельские? Уж не майора или Губского Я представляю, что тот про меня написал Майор Губский Никому не сказал ни слова За что и получил от меня По полной программе А что он сделал и как Хорошо видела и рассказала Вахтер общежития Который наблюдал за вами из окна Ну и что теперь? Суд офицерской чести? Да никакого суда не будет Суд офицерской чести Возможно над людьми, у которых она есть А это, судя по всему, не про вас, майор Сам уйдешь Или я тебе помогу Сам уйду Правильный ответ Так и запишем Ну что, орлы Сегодня будем с вами танком обкатываться Зато потом можно сразу в автослесаре Один хрен Под любую фуру не страшно залезть А что страшно, да? Да фигня, боссман Ты сам, главное, замри И не дыши, когда поедешь Так почему? Ну почему, почему? Первое, чтобы выхлопными газами не задохнуться Ну а второе Второе потом, чтобы штаны не стирать А что, штаны стирать? Ну а как ты думал, боссман Вот помню, когда мы обкатку проходили Лежу я в этом гребаном окопе И думаю, вот хоть бы он только не сместился Не повернул Страшно же Ну а что ты хочешь? Как ни крути, а над тобой сорок тонн железа проезжает Смотрите, Леха в окне Хрен Ты вниз Мина Отставить Ну что, команду сержать Есть Направо Правое плечо вперед, бегом Марш Нет, нет Нет, нет Ох, и загоняли же нас сегодня по физике Слушай, боссман, ты что, правда не знаешь, что такое трансформатор? Почему? Знаю Боссман, тебе надо было вспомнить старую байку Когда преподаватель спрашивает Ребят, а как работает трансформатор? А в ответ ему ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смирно! Вольно! Вот, товарищ подполковник Милости просим Кубрик вашего сына Доброе утро Ну что Готов? Привет, пап Зачем ты приехал? Поддержать Морально и физически Ладно, ты давай собирайся А я зайду к начальнику училища Зачем? За родительским благословением Товарищ капитан, курсант Макаров Разрешите обратиться Да, Макаров Ну попробуй, попробуй Товарищ капитан Разрешите мне после занятий в город отлучиться У тебя что, случилось что-то? Да, у меня вопрос личный Я бы сказал главный Макаров Сейчас для тебя Самый главный Самый личный вопрос Это обкатка танком Все Товарищ капитан Я все-таки Насчет увольнения Какое нахрен увольнение, а? Иди отсюда Так вот, парни Я считал Что есть два способа Обкатки танка Первый классический Ныряешь в окоп И кидаешь гранату в корму Ну, нас так и обкатывали А второй? Ну, второй поинтереснее Народ лежит по обочине И по мере продвижения танка Подкатывается под днище Ну, а в конце то же самое Граната в моторный отсек Не, подожди Ну, а если не успеешь закатиться? Ну, наверное, танк медленно идет Да нафига такие варианты? Тут и в первом-то удовольствии мало Становись! Становись! Равняйся! Смирно! Равнение направо! Товарищ майор Личный состав для обкатки Танком построен Командир взвода Капитан Давыдов Вольно Вольно? Вольно! Ну что, кремлевцы Сегодня у вас, можно сказать Боевое крещение Как не бывает Настоящего летчика Без взлета и посадки Так не бывает и Настоящего пехотинца Без стрельбы из автоматов Рытья окопов Ну и Обкатки танком И запомните В обкатке нет ничего страшного И невыполнимого Задача на сегодня простая Есть окоп неполного профиля Ваше действие Пропустить танк И послать ему в догонку Горячий привет Учебной гранатой Вопросы есть? Товарищ мэр, младший сержант Сухомлин А есть ли смысл в таком броске? Вот после Второй мировой войны Хоть один танк был уничтожен таким образом? Дело не в том, Сухомлин Что обкатку проверяет ваш общий уровень Психологической устойчивости Практически вы сейчас отрабатываете прием Отсечки пехоты от танка Пропустив танк Вы можете поразить его В самое уязвимое место В корму Ну а если это не получится За вас закончат работу бронебойщики Или гранатометчики Ваша задача Обеспечить им спокойную работу Отсечь пехоту От танка Товарищ майор А если танк начнет кружиться над окопом Ни один окоп такой фрейзы не выдержит? Перепечка Я тебе по себе скажу Что в полевых условиях Танк тебя будет очень сложно увидеть Но он же не на параде А здесь вон грязь, пыль, снег Триплексы заляпанные грязью Абсолютно согласен Ну и потом запомните, что никакой командир танка Не позволит кружиться над одиночным пехотинцем Его задача прорыв обороны Ну а не стоять в поле как мишень Подставляя то один борт, то другой Ладно Начнем, пожалуй Как говорится, а вдруг война? Отставить смех Все знакомы с техникой безопасности? Так, точно Первая группа На позиции ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ты меня ебойся Я сам тебе берюсь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, танки, что случилось? Войдите Разрешите, товарищ генерал-лейтенант Подполковник Ротмистров Отец курсанта Сырника Будем знакомы Генерал-лейтенант Романенко Очень приятно Пожалуйста, проходите, присаживайтесь Спасибо Фамилия у вас боевая, знатная Надо сказать, что отец мой во время войны Служил у Ротмистрова В Твери, где я служу, есть улица имени Ротмистрова Вот даже как Да Ну что же Скажите мне, пожалуйста А вы отчим курсанту Сырникову? Нет, почему отчим? У вас фамилии разные А Ну это Фамилия его мамы Понимаю Вы меня, пожалуйста, простите Если я вдруг задал какой-то вопрос, который вы не должен был задавать Ничего, товарищ генерал Вы знаете, почему я попросил вас обязательно зайти ко мне? Никак нет, товарищ генерал-лейтенант Это очень хорошо, когда у человека есть мечта Мечта стать десантником в данном случае Я в свое время прошел через горячие точки И хорошо знаю, что это за специалист Хорошо отношусь к этой профессии Но вы меня, пожалуйста, простите за прямоту и, может быть, даже грубость Я считаю, что достигать высокой мечты низменными, блатными способами неправильно Не понял вас, товарищ генерал Ну что ж тут непонятного? Зачем нужно было это безумное количество телефонограмм, телефонных звонков? Для чего нужно было подключать так называемые высшие слои атмосферы? Мы что, с вами не могли бы решить эту проблему? Извините, товарищ генерал-лейтенант Просто я уже сталкивался с подобными ситуациями И у меня возникло ощущение, что такие вопросы так просто не решаются Знаете, что я вам скажу? До тех пор, пока все у нас решается При помощи Ивана Ивановича, Николая Сидоровича и так далее Мы никогда и ничего не сможем изменить к лучшему Я считаю, что это неправильно Ладно Забирайте своего сына Желаю вам счастливой дороги Желаю вам удачно устроиться Хотя, не скрою Мне очень жалко отпускать такого хорошего курсанта Спасибо, товарищ генерал В то же время, я понимаю, конечно, что хорошие специалисты нужны не только нам Еще раз спасибо, товарищ генерал Топливный насос? Это надолго, технику надо вызывать Ну все, Печка, жить здесь останешься Ну ничего, ничего, педагогики сюда приходить будут Я лично обеды буду таскать Представляете? Выпускной, здесь все училище Пора! А Романенко тебе лично под танк лейтенантские погоны просунет Слушайте, а если до обеда не заведут? А с обедом все б не волнуйся Котлет они промеж гусениц пролезают Я б проверял А первое, можно и через люк Ну как ты? Не вылезу Ладно, пробуем еще раз Так, прижмись там к грузеру и не вылезай Все, отойди от машины Есть! Давай! Ну что, Кирпичка, все нормально? Так точно Товарищ майор, я только гранату не успел бросить Ладно, гранату не забыл бросить Считай, что обкатку-то прошел на отлично Давай, вылезай Вторая группа! Становись! Да? Разрешите, Светлана Кирилловна? А, здравствуйте, товарищ майор С выздоровлением! А это что? Ну, так сказать, на память о нашей совместной службе В общем, спасибо за все До свидания! До свидания! За что это он тебя благодарил? А я откуда знаю? Ну, мотив визита был какой-то? Или он опять по поводу побоев? Вот, вазу подарил Вазу? Это за какие же такие заслуги? Ну, я думаю, что Тополь еще недалеко ушел Ну, ты можешь догнать его и спросить Ой, извините, Илана Кирилловна Я попозже зайду Нет-нет, проходите Давайте карточки Здравствуйте, Лена Спасибо Лен А? Ваза нравится? Ничего Правда, такую же вазу в финчасти Майор Тополь на день рождения покупала Я тогда еще с Толь Газиновной Лично ездила за подарком А я тебе что говорила? Вот оно что Да, действительно, дорогой подарок Слушайте, Леночка А заберите-ка эту вазу к себе и поставьте Там цветы будете держать Ну, а зачем нам вазу? У нас же женский коллектив И цветы бывают нечасто Ну, по части женского коллектива Этого Квасилия Макарычева Я надеюсь, он учтет замечание А вообще вазу можно что-то другое ставить Так что заберите, заберите Все, вы свободны Спасибо, Светлана Кирилловна До свидания До свидания Что ты так на меня смотришь? Я еще посмотрю, что он тебе подарит Он уже сделал подарок, между прочим Так О таком подарке я мог только мечтать Ты представляешь, он написал рапорт об уходе? Да ты что? О так Ситуация разрешилась сама собой Ну что, парни, как обкат? Ох, Леха, много ты пропустил Боцман дал сегодня к опыте А что случилось? Да потом расскажем А сейчас держи Вот это тебе и от нас Леш, это наш подарок Чтобы ты о нас не забывал Спасибо Опа, на, не понял, на А? Вижу, вся гоп-компания в сборе Так точно Ладно, Леха, не прощаемся Мы будем в кубрике у Прохора Ладно, зря ушли, попрощаться сейчас надо А почему сейчас? Почему? Потому что уезжаем Ну, подожди, мы должны были завтра утром же уезжать Ты что, Леш? Я уже билеты взял, с начальством договорился Ну, документы на руках Зачем нам завтра ждать? А это что? Подарок Слушай, молодцы, а? Здорово придумали Молодцы Ну, что? Поехали Подожди, пап Давай останемся Но это правда важно Я тебе даю честное слово Что с первой своей офицерской зарплаты Отдам тебе деньги за билет Леш Ты меня за кого принимаешь, а? Ладно Ночуй Прощайся со своими друзьями У меня тоже есть чем в Москве заняться Спасибо, пап Давай До завтра Мужики, вы че ерзаете? А ты что, не понял, у чего батя к Лехе приехал? Отчаливает наш сырник Что, сегодня уже? Выходит так Два дела Ну что, Лех Уже? Не уже, а еще Не понял Ну, я еще остаюсь До завтра Брай, Лех Молодец Даже человек Слушайте, это надо отлететь С строевой успехами в учебе Так я об этом и говорил А вы о чем, товарищ Петрович? Так я так же и подумал О, а вот он Пеечка наша Заслуженный танкист России Да ладно, парень, не парьтесь Боцман теперь не понаслышке Знает, что такое клиренс Дураки вы Пеечка, да не переживай Они просто тебе завидуют Кстати, парни Спасибо вам большое за подарок У меня для вас тоже кое-что есть Так, Макарова у меня Пена для брезья Интересно Так, ну для Боцмана шампунь Он же у нас теперь парень на выдане Ну, а тебе, Сухой Новый станок С двумя кассетами И с тремя суперслим-лезвиями Ух, нифига себе Лех, спасибо тебе огромное А что, в Рязанском десантном Лезвия не нужны? Там киджалы бреются Все же крутые Сейчас, секунду Алло Да, пап Переоформишь на утро билеты? А, уже переоформил А, ну отлично, давай Все, пока Ну, что там? Да это папа по поводу билетов Слушай, Леха, тебе телефон выдали? Да, рассчитали меня под ноль Кстати, хотел тебе сказать Надеюсь, что шампунь-то попробуй, Анжелке очень понравится А можешь дать позвонить, а? Телефончик, конечно Да Пацаны, пойдемте, выйдем Боссман сейчас пообщается Да, я слушаю Алло, Анжела, это я Боссман, прости, я просто для Прохорова подарок здесь оставлю Ты что, дозвониться снимаешь? Нет Ясно Так Так Слушай, Леха, я не знаю, как у тебя там эсэмэски стирать Сотри последние Конечно Сардино-атлантическое натуральное добавление масла Ну, что ж ты врешь-то, это же килька приблотненная в натуре Ага, Боссман, откройте банку Че ты отморозился, Боссман? Да ладно, давай я открою Че ты его напрягаешь-то? Да Даже не верится, что последний раз в расположении я Слушайте, пацаны, помните, как мы в лагерях, а? Об офицерских погонах думали Да, как будто вчера это было В общем, парни, я даю слово офицера Слово офицера Слово офицера Так, это что здесь еще за сходняк? Так, это что за сходняк тут? Да вот, лагеря вспоминает Тогда принимайте нашу долю Сам пек Чипке Парни, только меня простите За то, что я свое обещание так не сдержал А что за обещание? Да был у нас в лагерях Лех, ты не дури Все будет зашибись Ты обязательно станешь офицером Да, конечно, станешь Слушай, а помнишь, какой мы тебе день рождения устроили, а? На такой день рождения нельзя ни с чем сравнить Просто высший класс С днем рождения! Поздравляю и дарю тебе варенье! Спасибо, ботсу Откуда такая роскошь? Печки не доедал Собирал тебе поворчики на свадку жить Лех, держи краблы С днем рождения тебе, брата Спасибо Срой, ну согласись, что я первый поздравил Ну, не совсем Так подожди, как-то? Что, кто-то во сне успел, что ли? Ну, фактически Лех, ну, пусть я со своим поздравлением опоздал Но первый подъем-переворот я посвящаю тебе Спасибо, друг Да, нет Да Такого дня рождения больше не будет О, да спокойно, Сырой Будут там десанторию прессовать Ты сразу нас набери, мы им быстро хвосты поприжимаем Ты-то поприжимаешь А че? На раз Видал я этих зебр Ходят тельняшками своими светят, понты кидают Жек, ты бы поаккуратнее со словами У нас тут некоторые тоже зебра Да подожди, я еще не совсем Мне это надо покраситься Ничего, там наши синицы вдвоем прорвутся Ты, кстати, слышишь? Илюхи, привет, передавай Да, обязательно Че у вас у Суворовцев запогоняло? Сухой, сырой, печка, синица Брага, Прохор, Гончар, Логопед У Варнава вообще непонятно, из какой оперы Мужики, ладно, давайте потише, а то нас спалят мигом О, ну наконец-то, полгода тебя ждали Ну, кто тут дедушку Гончара звал? Гончар, а где ты лазишь? А только тебя все ждут Ботман, ты хоть морской немного А вот в отдании швартовых ни хрена не понимаешь Ну, кто ж друга-то на сухое проваляет? Опа, Гончар, красава Гончар, а что это? Ботман, пиво, разуй глаза Гончар, ну что ж ты опять-то за свое? Ну, тебе мало было залета с водкой, мало? Да успокойтесь вы, успокойтесь Это же безалкогольная Была б безалкогольная водка, я бы ее прием Ну, безалкогольная, родите меня Давай, давай Давай его Снимай на него, Гончар Давай, Гончар Давай, Гончар Тебе чуть-чуть не много, да? Ты серый, давай Давай чуть-чуть Ты мне тогда? Так, парни, ну оставьте мне немного Значит так Хочу поднять этот бокал За Леху Сырникова Шо бы ему там служилось, ништяк? И что бы он там такой же дуристикой не занимался? А то вылетит два счета Товарищ капитан Надо же, узнали Жаль, богатым не буду И что, Арбай, совсем нюх потеряли, а? Надо же средь бела дня Точнее, средь бела ночи Кто принес? Товарищ команд, так оно же это Безалкогольное Значит, говоришь Безалкогольное? Так точно Безалкогольное Ну, считайте, лимонад Только вот надписи лимонад я там почему-то не вижу Зато вижу надпись пиво Товарищ майор, а чего вообще голову-то ломать? Пивоучилище нельзя? Нельзя Какие еще могут быть вопросы? Так это обычное нельзя А это безалкогольное Его даже за рулем можно То есть вот это пиво безалкогольное Можно продавать даже детям, да? Теоретически, да А практически Почему-то никто не продает Не знаешь почему? Объясняю Потому что после обычного пива Алкоголь держится в крови два-три часа А вот после этого Десять минут В кефире даже есть алкоголь Согласен, в кефире есть Но пиво есть пиво А десять минут Десять минут А если в эти десять минут война Враг нападет Да, и запах-то от него Такой же, как и настоящий В общем-то, Агенчарь На первый раз ограничимся Беседой о вреде безалкогольного пива Да Точно, я решить доложить Курсант Красильников Что тебе Красильников? Там Сырников уезжает Спасибо, Свободен Есть Ну что, Давыдов Пойдем И Томас провожать А твоя задача, Агенчар Чтоб вот эти бутылки Так же внезапно исчезли Из расположения Как в него попали Все понятно? Так точно Исполнять Есть Бегом Уставней Спила Вольная Мама Младший сержант Сырников Я Выйти из строя Есть Курсанты Полгода назад Вы пришли в эту казарму Каждый Со своими плюсами И минусами Со своими достоинствами И недостатками Но за время учебы Нарядов На учениях Эта неоднородная масса Сплотилась в единый монолит В боевую единицу Под названием Первая рота Кремлевских курсантов И сегодня От этого монолита Мы Вынуждены Вырвать частицу Говорю вам это Не для красного словца А Потому что Это действительно Тяжелое расставание Ну и я пару слов добавлю Запомните, братцы Тот Кто хоть один день Провел в Кремлевке Навсегда останется Кремлевцем Младший сержант Сырников Переводится от нас В Рязань Но у меня нет Ревности к его выбору Потому что Я твердо знаю Что сколько бы лет Не прошло Десантник Сырников Рядом с тремя буквами ВДВ Всегда будет писать Кремлявец Удачи тебе, Алексей Ну и В добрый час Равняйся Смирно Нашему боевому товарищу Младшему сержанту Сырникову Наша Кремлевская Ура! 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 Удачи тебе И не забывай Да забудешь Балансируй, рот и нагрянь Вольно Вольно Пять минут на прощание С Сырниковым Ну а дальше все на занятия Командуйте сержант Взвод Обнимает Сырникова Как-никак командира отделения теряем Разойдись Товарищ майор Разрешите обратиться Разрешаю Разрешите нам Курсанта Сырникова проводить Ну вообще-то вы через пять минут Должны быть на занятиях Товарищ майор Ну мы с первого курса Суворовского Отставить, Сухомлин Ладно Товарищ капитан Да, товарищ майор Можно вас на минуточку У нас с вами не будет никаких поручений в городе Придумаю Действуйте Вот это, Вадим Петрович, вы знакомы? Ну, не знакомы, но наслышаны Как там нефть в Парагвае? В Бразилии Ничего, ничего А насчет Парагвае это мысль Надо будет подумать Макар, еще пару стран вспомни И станешь героем Латинской Америки Макар Боливар Ух, еле успела Держи, это тебе Спасибо, у тебя же сегодня дипломный спектакль Леша, ну какой спектакль, если главный зритель уезжает? Ну, ребята, давайте отойдем Печка, педископ разверни А, что? Пусть без микроскопа пообщаются Вадим Петрович, мы хотим вам сказать огромное спасибо За что? За Леху Он хоть и в последнее время грустил, но таким радостным мы его давно не видели Ну и вам тогда, ребята, спасибо Раз грустил, значит, у него есть настоящие друзья Кстати, до Рязани не так-то далеко Еще увидитесь Леша, заканчивай прощание, а? Настя, извини, но мы уже опаздываем Давай Ну все, давай, синиц, привет И на день ВДВ в парке Горького, в фонтане не купайся Давай, Лешка Береги себя Давай Не забывай, Сайк, спасибо Давай, Лешка, удачи Давай Ну что, ребята, кого куда подвезти? Меня в институт, если можно Ну не проблема, а вас, служивые? Спасибо, мы пешком Хорошо, ладно Приятно было познакомиться До свидания Взаимно Всего хорошего Пойдем До свидания Макар, а что ты с ним не поехал? Куда? Как куда? К Полине Адрес-то у тебя на руках Ага, а потом вы будете говорить то, что я ради этого Лехина провод выпросил, да? Скажем, только еще раньше скажем, что ты будешь круглым дураком, если сейчас не пойдешь Спасибо, парни Ну вот, сырник улетел и осталось нас двое Трое Или ты Макара не считаешь? Ну с Макаром трое А если Полина ему скажет нет, то Макара мы потеряем надолго Интересно, а кого место Лехи командиром отделения поставит, а? Степа Извините, а у вас цветы почем? 50 рублей Сухой, а накинь полотинник, а? А куда цветы? Сыром на кровать, что ли? Дурак ты Да ладно тебе, шуток не понимаешь Ей, серьезно, Степа, куда цветочки? Надо Дайте пять штук, пожалуйста Мы в одно место сейчас заскочим, ладно? Я цветы отдам и все Спасибо Спасибо Дай понюхать О, отменные розы Боцман, а что ты так развановался? Да с таким букетом, как у тебя, нужно ходить на вручение церемонии Оскара А не в общежитии текстильного университета Сухой, ты постоишь тут, ладно? А я быстро сбегаю Степ, давай так, зная твое быстро, давай договоримся таким образом Когда я тут, устав от ожиданий, начну пускать корни Я тебе позвоню на мобильник, идет Удачи, Ромео ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Боцман, ты сейчас где? Не, я тебя не тороплю, я знаю, что прошу только две минуты А не чё, что Анжела только что вышла из общежития, а? Куда ушла? Сухой, задержи ее любой ценой, пожалуйста Да Анжела! Илья? Привет! Привет! А я тут, в общем, ну, тут такое дело Да что случилось-то? Да Леху Сырникову в десант перевели И что? А я тут при чем? Илья, ты по-моему адресом ошибся, я же не Настя А тебе что, все равно? Нет, но Леша же сам сделал свой выбор Или его заставили? Нет А, ну, так, Илья, насколько я знаю, за Лешу есть кому переживать? И еще, я, собственно, чего прибегал-то? Ну... В общем, у нас тут были учения, танками обкатывались Ну и Степа твой лег по танк Нужно было еще бросить гранату, а танк над ним заглох И что? Ну, Илья, Анжела, я тебе не знаю, как сказать Илья, ну не тяни Ну говори, что случилось-то? Да ничего, обкатался лучше всех Илья, я вообще ничего не понимаю Что, со Степой все в порядке? Да все в порядке, с танком не очень, в ремонт отправили Да вот он, сам, собственно, сейчас все и расскажет Тычка, ну ты, конечно, молоток В следующий раз хотя бы темку подкинь Все, не буду мешать, я буду и подалеку Опа! Степа, что это за цирк? Анжела, это не цирк И это я Сухого попросил, чтобы он тебя... Ну... Анжела, мы с тобой просто на лестнице разминулись Анжела, это тебе Спасибо Анжела, еще, ты меня можешь прогонять, но... Ты должна знать Я тебя люблю Девушка, это не вы потеряли? Макс Девушка, это не вы потеряли? Я тебя люблю 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 Субтитры подогнал «Симон»